Юлия Андреевна Искрепченко, мастер и Маргарита Булгак. Глава 3. Седьмое доказательство. Но опять-таки, на всех трех сторонах квадрата, кроме того, где были наши собеседники. Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо было видно в высоте полная луна, но еще не золотая, а бледная, белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под клипами звучали мягче, по-вечернему. Как же это, я не заметил, что он успел сплести целый рассказ, подумал бездомное вызумление. Ведь вот уж и вечер. А может, это не он рассказал, а просто я заснул, и все это мне приснилось. Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось Сберлиозу. Потому что тот сказал, внимательно смотревшись в лицо иностранца. Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он совершенно не совпадает с евангельскими рассказами. Помилуйте. Несходительно усмехнувшись, ответил профессор. Уж кто-то, а вы должны знать, что ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на евангелие, как на исторический источник, то он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил бездомному, идя с ним по бронкой в патриаршеским прудам. Это так, заметил Берлиоз. Но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле. О нет, это может кто подтвердить. Начал говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно ответил профессор. И неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе. Я наклонилась к нему с обоих сторон, и он сказал, ну уж без всякого акцента, который у него, черт знает почему, пропал. То пропадал, то появлялся. Дело в том, профессор Пуглива, поглянувшись, заговорил шепотом, что я лично присутствовал при этом и на балконе был у Пунтия, Пилата, и в саду, когда он кайфой разговаривал и на помосте только тайно, не инкогнито, так сказать, так, что произошло. Прошу вас, никому ни слова, и полный секрет. Наступило молчание, и Берлиоз погляднел. Вы? Вы сколько времени в Москве? Дрогнувшим голосом спросил он. А я только что с ее минутой приехал в Москву, простерянно ответил профессор. И тут только приятели догадались заглянуть в нему как следует в глаза и убедиться в том, что левый и зеленый у него совершенно безумен, а правый пуст, черный и мертв. Вот тебе. Все и объяснилось, подумал Берлиоз. В смятение приехал сумасшедший немец и только что спятил на патриаршах. Вот так история.